Меня зовут Антон Холодов. Здравствуйте. Наш Дед Мороз давно стал одним из главных брендов Вологодской области. Все российские дети мечтают его увидеть. Но, к сожалению, появляются желающие поспекулировать на этой мечте. И переходят при этом все границы. Вот и Почтобанк, у которого учредитель Почты России решил, что неплохо зайдет на наших Деде Морозе. Представляешь, перестали в меня верить. Можно с вами смотреть? Извините, пожалуйста. Ой, классно. Все из-за таких вот. Верить мало. Людям нужны гарантии. То, что это может сломать веру в сказку у тысяч детей, их мало волнует. Когда речь идет о бизнесе, какое дело до каких-то там детей? Да настоящий я. Верю. Как видите, в этих роликах Деда Мороза представили просто жалким, никому не нужным персонажем. Но Дед Мороз наш, родной, Вологодский. В него верят и взрослые дети. И пишут письма тоже и взрослые дети. Верить мало, нужны гарантии. В Великий Устюг приходят тысячи писем Деду Морозу. На 1 декабря этого года получено 3 миллиона 368 тысяч писем. Ведь дети доверяют ему самые заветные мечты. Скажу вам сейчас одну вещь, друзья. Я не верю в Почта Банк. И вообще в Почту России я не верю. За последние годы, на мой взгляд, эта контора полностью дискредитировала себя на рынке услуг по доставке. Ей-богу, наш Дед Мороз реальнее, чем их мифический банк. За свои ценности, своих друзей и свою веру стоит бороться. Правда? Что же мы можем сделать, простые волокжане, чтобы защитить нашего Деда Мороза? Простые люди против суперкорпорации. По одиночке практически ничего. А вот вместе, если каждый из нас заявит, я не верю в Почта Банк, я верю в Деда Мороза, банкиры отступят. Ведь репутация и прибыль для них важнее всего. Поэтому, друзья, я обращаюсь к вам. Если вам дорог Вологодский Дед Мороз, сделайте репост записи к себе на стену. С хэштегами «Я не верю в Почта Банк, я верю в Деда Мороза». Давайте защитим нашего дедушку вместе.